Женить бы вслепую именно на такой шаг решились офис-менеджер и бизнесмен. И вот как они представляют друг друга. Это высокий брюнет, ухоженный мужчина, спортивного телосложения. У меня все мысли сходятся к тому, что будет светленькое. Чем закончится этот дерзкий эксперимент? Узнаем через несколько минут. Семья. Все мы стремимся к семейному уюту и личному счастью. Но не всем удается найти себе пару и создать семью. Чтобы дать одиноким сердцам возможность найти свою вторую половинку, наш телеканал собрал совет экспертов, которые попробуют устроить личную жизнь одиноких людей. Подбирать будущих супругов будут тщательно. Ему нужна женщина, которая будет за мужем. Чтобы он посчитал ее достойной себе. Так кого ты выбрала, расскажи. Ревинку, Элена. Она родилась, по-моему, за приарным кругом, то есть я не мог делать точно. Ну, это технические моменты, но то, что я увидел, если она признает примат мужчины, он будет ее подпиткой, она будет его батарейкой, знаете, как вот музой. Думаю, есть шанс. Впервые жених и невеста увидят друг друга только на собственной свадьбе. Поднимите, пожалуйста, невесте фату. Чтобы понять, подходят они друг другу или нет, у супругов будет неделя. Жить они будут во временно предоставленном жилье. А вот деньги на жизнь будут тратить свои. А еще пара побывает дома друг у друга, познакомится с друзьями и родителями. Я даже не сомневаюсь, что я могу убить. А как вы меня убиваете? Я не попросила. Если же семейная жизнь не сложится, каждый может разорвать брак и вывесить белый флаг. Решить, хотят они быть и дальше вместе или нет, молодожены должны на седьмой день. Тогда будет иметь значение каждая деталь. Черт, с них... Отодвинься и выслушай меня. Да, мы сходили, да? Так убедительно говоришь? Твоей глупости нет предела. А теперь познакомимся с теми, кто попробует устроить личную жизнь наших одиноких соотечественников. Тин Аберадзе, психолог мирового уровня, член Ассоциации Медицинской школы Гарвардского университета. Астролог Виктор Базилей, знаток древней средневековой астрологии, руководитель школы астрологии. Свои прогнозы составляют уже более 20 лет. Маргарита Сичкарь, одна из самых известных женщин страны. Меценатка, писательница, неутомимая женщина, которая способна зарядить оптимизмом и верой в себя всех вокруг. В таком составе экспертный совет берется отдавать замуж невест, которые засиделись, и женить самых безнадежных холостяков. Но готовы ли они будут сойтись с незнакомым человеком? Все участники эксперимента когда-то наделали много ошибок. Это казалось и выбора партнера. Поэтому эксперты будут выбирать свой альтернативный вариант. Но будут ли готовы одинокие сердца принять человека, которого выбрали не сами? Елена 29 лет, разведена, мать четырехлетней дочери. Для нее участие в проекте прекрасная возможность построить новую семью. Я была замужем пять лет, но так получилось, расстались, потому что в последнее время очень часто ругались. Оставшись с маленьким ребенком, Елена стала единственной кормилицей в семье, поэтому была вынуждена оставить дочь на родителей и поехать на заработки в столицу. Моя цель – обеспечить свое будущее и будущее моей дочери. Поскольку Елена все время отдает работе, ей некогда устроить свою личную жизнь. И вот уже на протяжении двух лет она остается одинокой. Их искать некогда. Я в основном занята, работа, дом, работа. Найти свою вторую половинку молодая женщина надеется с помощью проекта «Семья». И не зря. Ведь экспертам удалось подобрать для нее мужа. И не рядового соотечественника, а состоятельного грузинского джигита, который стремится найти женщину не на один день, а на всю жизнь. Великолепный кандидат. Я всегда хотела посмотреть близина на грузинов, как они вообще вот это вот курлы-курлы ухаживают за девушками. И есть такой шлейф, да? Такое было впечатление, что она вот когда писала вот эту анкету, она имела... Она писала о нем? Да. То есть голосуем, да? Да? Ну все, грузин, держись. Да. Александр, 34 года. Родился и вырос в столице Грузии, Дбилиси. В нашей стране проживает последние 10 лет. Я переехал сюда по работе. На полгодика, типа, наладить какой-то процесс. Так получилось, что остался, застрял. Александр разведен и имеет от первого брака трех детей. К сожалению, только двое живут со мной здесь. Третий малышок живет с мамой в Грузии. Проблем с женщинами у Александра нет. Но ту, с которой хотелось бы прожить всю жизнь, он еще не встретил. Надеюсь, что на этом проекте повысится найти человека, который задерживается в моей жизни надолго. В женщинах Александр непривередлив. Наверное, самое важное, чтобы была преданная, чтобы была искренняя. Настал день свадьбы, на которой молодожены впервые увидят друг друга. Поэтому неудивительно, что Александр хочет произвести впечатление на невесту. 101, 101. Все пропало. В качестве советников взял детей. Одень белую рубашку. Или розовую, будешь веселей. Я немножко переживаю, потому что это уже не первый брак в моей жизни. Не плачь, ты же замуж выходишь. Лена, это же такое событие вообще. Это слезы счастья. Счастья и радости. Я очень хочу, чтобы моя жизнь изменилась. Чтобы мужчина, за которого я сегодня буду замуж, был моим любимым, моей опорой, отцом для моего ребенка. Может пригодится. Вдруг не понравится. Что, вроде все? Как будто бы золушка собирается на бал. Главное, чтобы моя карета в 12 часов не превратилась в тыкву. А жених в крысу. Причем очень редкую. Дай бог, чтобы этого не было. Ирка, а давай по старому доброму обычаю бросим ей в туфли мелочь, чтобы всегда деньги в доме велись. Больше бери. Больше. Мы тебе подарим, а ты будешь спрятать. Странные монеты. Да, ну так правильно, чтобы... По условиям проекта, жених сможет увидеть невесту лишь после того, как он на ней женится. А сейчас он может лишь представлять, какая жанра. Почему-то мне постоянно думается, что будет блондинка. Не то, чтобы я хотел этого или не хотел, но вот как-то у меня все мысли сходятся к тому, что будет светленько. А каким представляет жениха Елена? Это высокий брюнет, ухоженный мужчина, спортивного телосложения. После свадьбы участники должны позаботиться о себе сами, поэтому каждый взял с собой ту сумму денег, которая равняется недельным расходам. Вот я кладу карточку в конверт. Здесь на ней 10 тысяч. Деньги отдавать я не собираюсь, так как никогда этого не делал. Это тысяча гривен. Очень интересно, сколько положит он. Я надеюсь, что наш бюджет будет общим. Я считаю, что я ей понравлюсь, потому что я в этом уверен всегда. Уверенность в себе у меня не отбавлять, как-то так сложилось по жизни. Так что этот раз не исключение. Я могу влюбиться с первого взгляда, поэтому я переживаю, чтобы я тоже ему понравилась. Еще чуть-чуть, если времени протянется немножко дольше, у меня, наверное, будет истерика. Покажите мне уже жениха. В жизни отношения заканчиваются свадьбой, а на проекте с нею только все начинается. До этого момента жених и невеста даже не подозревали о существовании друг друга. Согласны ли вы, жених, взять в жены невесту? Да. Согласны ли вы взять в мужья жениха? Да. А сейчас, жених, поднимите, пожалуйста, невесту Фату. Ну, привет. Привет. Когда он открыл мне Фату, я его увидела, он понравился мне. И хоть это эксперимент, после свадьбы молодожены должны заботиться друг о друге по-настоящему. Это моя дочь Аня, мой сын Ника. У Лины тоже есть маленькая дочурка, Арина. Где она? Четыре годика. Не смогла приехать. После женитьбы на протяжении недели пара будет жить в предоставленном им доме под прицелами камер и под пристальным наблюдением экспертов. За это время молодожены должны притереться характерами и понять, на самом деле ли они созданы друг для друга. Когда мы зашли, она из туфелек высыпала монеты, из одной, из другой. Как объяснила эта примета к тому, чтобы в семье было благополучие и деньги. Это флаг, если кто-то сдастся, да? Кто из нас сдастся первый? Не дождешься, зря не жди. Зеркало большое, как я люблю. А мы смотримся, да? Да, ничего такого. Он мужчина притягательный, да, он мне нравится. Он сексуальный мужчина. Освоившись в новом доме, супруги перешли к знакомству. Я дурной. Да, такой безбашенный, бомбай. Я тоже немножко сумасшедшая, так что думаю, сойдемся. Говорю прямо лицо, все, что думаю. Хожу вот туда около, я люблю всегда говорить. Предлагаю обо всем говорить. Нравится, не нравится, уже ничего носить себе. Согласна. Моя очередь. Я тебе все рассказал, вообще, как на духу. Ну, а где же интрига? Я тебе не расскажу ничего. Будешь узнавать по ходу. Договорились, я не против. Она может пытаться что-то скрыть, но это не может продлиться долго. Зная себя, я быстренько все пойму. Наговорившись, молодожены, как заведено, поспешили в спальню. Ура, вообще супер, мне так нравится. В народе говорят, много выбирать, женатым не бывать. А на нашем проекте все наоборот. Офигеть. Поэтому, наверное, Александру с Еленой будет чем заняться в брачную ночь. Утро после свадьбы молодожены начали с кофе в постель. Класс, спасибо. Мы с тобой договорились все обговаривать. Да. Я хочу поговорить о той ситуации, которая ночью была. Прекрасно. Мы просто как-то легли так спать. Он, естественно, как мужчина, хотел получить все сразу, первую же ночь. Я не могу тебе довериться сразу. Мне хочется, чтобы ты относился к ему серьезней. Вот поэтому так произошло. Я не понимаю, зачем мы начали это и потом остановили. Мне кажется, это попахивает какой-то, знаешь, игрой легкой манипуляции. Потому что с той точки, до которой мы дошли, обратного хода обычно нет. Ты согласна? Ну, возможно. Так оно и есть, правильно. Но играть со мной не получится, имею в виду. Хорошо. И она решила, что вот я сейчас вот так это сделаю, а потом... Обломаю кавказца, обломаю кавказца, да. Нет, не дамся. И это произведет на тебя очень хорошее впечатление. На самом деле, получилось все наоборот. Приятен тот факт, что она захотела поговорить. Если бы она не подняла этот вопрос, то все только усугубилось. Снять напряжение Александр решил по-своему. Тут зал есть, я пойду потренируюсь. Пошли вместе. Пойдем позанимаемся, все будет в порядке. Все прекрасно. Но в зале выяснилось, что это был план мести. Доверься мне. Начнем с пресса. Ага, ты решил сразу поиздеваться, да? Конечно, я же должен отомстить тебе. Пять. Шесть. Семь. Видишь? Восемь. Два. Пятнадцать. Один. Пятнадцать. Молодец. Я же завтра не встану. Встань. Поверь. Четырнадцать. Пятнадцать. И когда она его спросила, за что он мне мстит, он говорит, ты со мной поступила ночью, как с ребенком, ты не дала мне сладкого. О, я буду безжалостным, имей в виду. У меня накопилось много энергии, сексуальной, с ночи. Я не мог потратить ее там, где надо было, будем тратить час. Сейчас, извини, но тебе надо раздвинуть ноги максимально. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Шесть. Восемь. Руки убрали. Бежим-бежим. Я тогда назад меня убегу. Занятия в зале меня немножко завели. Что касается каких-то интимных отношений, когда мы стали ближе, если так можно выразиться, я бы почувствовала. Проголодавшись после физических упражнений, молодожены решили подкрепиться. Но ревизия холодильника была неутешительной. Фу. Нефига себе здесь. Мышь повесилась, блин. По правилам эксперимента пара заботится о себе сама. Поэтому неудивительно, что холодильник пустой. Надо срочно ехать что-то покупать, это невозможно. Но прежде чем ехать в магазин, пара должна составить правила семьи и бюджет. Кажется, ничего сложного, если бы не одно «но». Александр и Елена привыкли вести хозяйство, ни перед кем не отчитываясь. Пункт «Глава семьи» я беру на себя. Пишу. Ответственный за уборку в доме. Я же не против, дорогая. Против этого пункта. Я надеюсь. Ладно, тогда я. Что у нас по бюджету? Бюджет у нас есть, у меня есть деньги. Он у нас общий. Он у нас мой. Ты, если там какие-то денежки, придержи их, купишь себе конфеты и белье какое-нибудь. Класс. А за все остальное я буду отвечать сам, ладно? Хорошо. Вносить что-то в бюджет, делить что-то, приносить деньги, а не не делал, и делать этого не буду, это не мое. Понятно. Грузин ведет себя по-настоящему, как настоящий мужчина. Убери свои деньги. И по льду не надо, и сдачи не надо. Но деньги у меня. Я их не ложу. Мы определились без споров по важным моментам, кто семье главный. Это, ясно, мужчина, кто отвечает за безопасность, финансовую поддержку и все такое, это тоже мужчина. И хотя Александр не сознался, сколько именно он зарабатывает, Елена четко поняла, денег у мужчины куры не клюют. И с удовольствием отправилась с ним в супермаркет. Ну да, два раз мы уже здесь. Обычно Елене, как матери-одиночке, приходится считать каждую копейку, чтобы не выйти за границы бюджета. В этот раз все было иначе. Мужчина требовал все дорогое и качественное. Так, теперь сюда. Неужели другой туалетной бумаги нет? Да нет, может быть. Он хочет другую. Он сказал, неужели другой нет, и пошел искать. Я сейчас закину эту. Не нашел? Давай такую тогда брать. Нет, за счетом. Она очень старается ему понравиться, но она допускает ошибку, рассчитывая, якобы просчитывая, и он знает, что она знает, что ему понравится. Вот в чем ее ошибка. Что ты любишь? Девушка, можно вас побеспокоить? Я это особо не ем, так и выбирай на свой вкус. Какие сосиски не хочешь? Что ты ешь вообще? Я им все, мне не принципиально тоже, я не переборчивая. Кастрюльки. Дорогие. А больше нигде мы посуду купить не можем. Куда-то ехать из-за этого? Давай что-то здесь выберем. Можно кусочек вот этого? Ну, он вообще такой мужчина, рядом с которым вообще не надо принимать никаких решений. Он все берет в свои руки. Блин, ты говори, если что хочешь. Просто я привык к тому, что я люблю и беру просто. Галантный мужчина абсолютно. Я уже в него влюблена. Как неприятно это слушать. Я понимаю состояние девушки, которая с ним находится. Ты эксперт. Тебе нельзя. А где лососи у вас? Я просто другую рыбу не умею чистить. Это все потом так проще. Нарезать. Чистить тоже, если она не чищена. Не чищена? Не обращусь. Либо не чистится практически ни в одном. Единственное, что мне не понравилось, он, наверное, как обычно, был холодным с вами. Я себя как-то даже, наверное, накрутила, что, может быть, я ему не нравлюсь. Наша первая совместная кастрюля. Здорово. Спасибо, Дерушка. Спасибо. Всего доброго. Опять-таки, он сам по себе, я сама по себе. Назад мы вообще ехали раздельно, хотя я замерзла ужасно. И хотелось бы, кто-то согрел, чтобы кто-то согрел, но... Кроме социальной разницы между ней и мужем, Елена почувствовала и холод с его стороны. И когда вернулись домой, женщина высказала все, что накипело. Люди как-то относятся ко мне вообще безразлично. Ты ведешь себя так, как будто я тебе не знакомый человек, как будто я соседка в гости к тебе пришла. Ух ты... И то, и даже не к тебе. Ты правда веришь, что познакомившись в течение двух дней у меня может быть какое-то чувство, любовь? Причем тут чувство, просто знаешь, даже если человек немножко нравится, ему задают какие-то вопросы, о чем-то общаются, как-то пытаются сблизиться. Ты как-то ходишь сам по себе, я хожу сама по себе. Я не чувствую тебя совсем. Тебя как будто нет. И меня как будто нет. Как нет? Вот же он мне. Вечер закончился тем, что мы легли спать, отвернувшись. Друг от друга просыпали на кровати, как соседи. На проекте есть четкие правила, которых участники эксперимента должны непреклонно придерживаться. Чтобы узнать друг о друге как можно больше, они не должны ничего скрывать. И впустить партнера не только в свою жизнь, но и в свой дом. Поэтому сегодня Александр с Еленой побывают дома друг у друга. Но приехали они туда без настроения, ведь вчера между ними пробежала черная кошка. Станет ли поездка переломной в отношениях молодоженов? Прикольный домик. Красивый такой, веселенький. Я бы в таком жила. Музыка. Да, так интересненько. Куча вещей, чемоданов, матрас. Я уверена, что он переехал сюда, не дал. Посуды, море, которые мне придется мыть. Когда я сюда приеду, здесь мне предстоит еще много работы, уборки, все надо будет приводить в порядок. Явно много мужской обуви, что свидетельствует о том, что живет не одна. Это парень, муж, жених, любовник. Шах. Почему они живут вместе, вообще непонятно. Понимать не хочу и, если честно, даже отбивает охоту что-то исследовать дальше. Однокомнатная квартира, там она живет с двумя мужчинами? Да. Слушайте, ребята, а в анкете она этого не написала? Конечно, не написала. Может, нам детектор лжи уже нужен? Детектор лжи нам нужен. Нечасто тут вытирают. Консервы, пять консервов, заплесневелые консервы и много пива. Ух ты, круто. Супер папа. Значит, папа, наверное, действительно супер, дети никогда не врут. Блин, какие классные фотки. Такое ощущение, что это не девчачья квартира. Здорово. Надеюсь, в будущем я буду сидеть здесь в мягких, теплых тапочках. Не, это пи***ть, реально. Одна кровать. Два мужика, одна девочка и одна тесная кровать. Пи***ть, это невозможно. Как, как? Она спит с двумя мужиками. Ну, так мне, конечно, нравится. Я думаю, мы еще примем вместе эту ванну. Свечи, романтик. Опять мужской жилет. Мужской шампунь. Губка коричневого цвета. Не хочу здесь только оставаться. Хочется сбежать побыстрее куда-то. О, еще комната. Как после потопа, набега. Блин. Что это? Это не только для него такой шок. И для нас, по-моему, шок, что... Слушай, ну она засранка, реально. Могла бы хребу убрать. Сигареты пи***ть, ненавижу, когда вот так это все собирается. Беспорядок, это все понятно. Здесь нужна хозяйка, которая будет этим всем заниматься. Чтобы продемонстрировать Александру, что она хорошая хозяйка, и что с ее появлением в квартире станет уютно, Елена взялась за работу. По условиям эксперимента, каждый из участников в доме партнера может взять для него две вещи. Пошли отсюда побыстрее, пожалуйста. Грязь, неряшество. Девочка не должна так жить. Квадратные метры жизни Александра вызвали у Елены настоящий восторг. Она даже забыла взять для мужчины вещи, которые могли бы ему пригодиться в их временном доме. Да, я вижу себя в этом доме. Как хозяйка, как жена, как хранительница очага. В праздничном предчувствии переселения в элитную квартиру Елена вернулась домой и даже думать забыла, что еще утром не разговаривала с мужем. Мне у тебя очень понравилось. Вам не хватает хозяйки, которая вас в доме наведет порядок. Думаешь? Думаю, да. Не хватает абсолютно. И с порядок был? Совсем ужасно. Ну, ты знаешь, что я при этом у тебя дома был, да? Тебе не понравилось? Там мужские вещи и не одни. Мне очень интересно спросить тебя, что это значит. Это мужские вещи. Я не понимаю, что происходит. Я настоятельно требую объяснений. Ну, да, я живу с мужчинами. С мужчиной, может, не с одним. На этом моменте ты меня отпусти и просто рассказывай, ладно? Я слушаю внимательно. Просто я не считаю нужным перед тобой отчитываться. Согласен, я тоже тебе абсолютно ничего не должен. Я просто не понимаю, будучи в отношении с кем-то, на какого х** прибираться сюда? Я живу не одна. Я живу не одна, говорят, когда у тебя собачка маленькая с бантиком на голове. С кем я живу, это не важно. Если я здесь, значит, мне это нужно. Он знает, что это не важно? Это настолько неуважение, что ты не досужилась даже убрать там что-то. Как вы втроем на этой кровати спите? Просто расскажи мне. Ты что, дурак? Я? Да. Объясни, потому что кровать одна, как ни крути. Ну что, мы живем вместе, но спим отдельно. Ты отдельно от троих спишь, от двоих или от одного из них? Это квартира съемная, это не моя квартира, я ее снимаю. Два парня, которые живут со мной сейчас, это мои знакомые. Я в состоянии оплачивать сама себе жилье. Вчера ты спрашивала, что мне раздражает больше всего жизнь. Я сказала, что ложь. Я тебе не врала, я тебе просто об этом не говорила. Слушай, ты живи где хочешь. Зачем мне врать, что ты живешь просто так? Что значит просто так? Что ты там просто живешь, а не живешь с парнем. Тот третий, кто я не знаю, но один из них явно твой. 44 размер или 42, хер на этот который, размер выбирай сама. Один из них твой. Или оба твои, я не знаю, я только за тебя порадуюсь. Как тапки вот такие, объясни мне? Как один 44, один этот? Я когда это увидел, я не понял. Смотрю, не может быть. Какая мне разница вообще, какой у них размер ноги? Пришла молчишь, как рыба. Оказывается, живешь с кем-то, непонятно еще с третьим, хотите хоть с четвертым, мне наплевать. Я рад за вас, за всех, за всех троих. Как можно в таком говне жить? Это меня зацепило. Платят меня оскорблять. Я этого не заслужила. Понятно тебе? Я тоже не заслужил твою ложь. Будьте отсюда. Я не могу и не буду жить с человеком, который врет. Слушай, это ты глухой или тупой? Поверь мне, мой IQ раз в сто выше твоего. Если ты знаешь, что такое IQ, я не про чею говорю. Я такую хозяйку в дом не пущу. Ни за что и никогда. И мне было смешно, когда ты, выйдя из той квартиры, и попавший ко мне, рассказываешь какой-то беспорядок. Реально смешно. Совесть тебе про беспорядки со мной говорить. Ты вообще не знаешь меня как человека, ты не знаешь, как я живу, ты не знаешь, где я живу. И ты мне сейчас говоришь такие слова, что я вообще не хочу тебя ни слышно не видеть. Все. Я рад, если честно. Поплачь, поплачь, жертва. Если она сочтет, нужно что-то объяснить. Не знаю, может быть, можно будет о чем-то говорить дальше. Что, еще не хочешь ничего сказать? Хочу. Просто меня сейчас опозорил и унизил. Я на сто процентов уверен, что один из этих людей, твой весь так своими вещами называть, как минимум парень. Ты меня оскорбляешь. Почему ты мне все это не рассказал, если ты не врешь, если ты ничего не скрываешь? Тебе было неинтересно. Ты еще меня ничего не спрашивал. Скажи, как есть, ну. Я тебе уже рассказала, что мне рассказать тебе по десятому разу. Слушай, я не люблю сдаваться, в принципе. Сейчас меня ничего не удерживает, помимо именно спортивного интереса. Ну, я просто не могу взять этот белый флаг и вывесить его. Пока все так, пока мы не краем с ним, я буду спать внизу, это я знаю. После этой ситуации он не перестал мне нравиться. И я так думаю, что если он так бурно отреагировал на эту ситуацию, то, значит, я ему не безразлична. Из-за ссоры Александр с Еленой провели ночь отдельно. А как молодожены будут вести себя завтра? Захотят ли они прекратить эксперимент? Чьи нервы не выдержат первыми? И будет ли вывешен белый флаг? Рассорившись накануне с Еленой, Александр готов к решительному шагу. Разорвать отношения. Я не знаю, что сказать. Мне очень простит, очень приятно. Сторого. Какое же решение примет Александр? Ух ты. Да. Доброе утро. Я пришел извиниться за то, что довел тебя до слез вчера. Я не хотел. Все, что я сказал, для меня было важно, но, наверное, та форма, в какой я это все выразил, была не совсем приемлема. Не обижайся. Ладно. Хорошо. По правилам эксперимента, на четвертый день в гости к супругам приходят родственники. Мама Елены решила погостить с утра. Боже, мамочка. Не плачь. Здравствуйте, мама Лены. Здравствуйте. Саша. Очень приятно. Мама говорит. Расскажите что-нибудь про нее, потому что она ничего не рассказывает. Говорит, что я женщина-загадка, и познавайте меня медленно. Я до сих пор загадка своему мужу, каждый день сюрприз могу сделать. Какая вы мудрая женщина. Да, и вот она такая же. Я понял, мне надо с папой говорить. Потому что дочка копия мамы. О, с папой вы бы поговорили. Обе женщины-загадки. Это видно. Ей, в общем-то, в жизни досталось не сладко. Сразу после школы она из дому уехала. Поступила в университет культуры. На второй год она пошла работать, потому что мы едва платили за учебу. Ей немножко не хватало денежки. Вышла замуж немножко неудачно. Сейчас снимают квартиру в Киеве. Тоже тяжело, мы помочь не можем. Территорию Елена с друзьями делит просто. Парни спят в кухне на полу, а она в спальне. И так мать наконец-то все прояснила. Но поймет ли такое состояние вещей Александр? Когда мама рассказывала про нелегкую жизнь Лены, мне было как-то не по себе. Стало жалко и стало неудобно за то, что вчера такой скандал был. Откуда ты? Я из Грузии. Неужели не видно? Что привело сюда? Работа? У меня трое детей. Так сложилось, что разошлись года три назад. Мы с Сашей поговорим, посекретничаем. Тех, я думала, ты шутишь. Нет, я серьезно. Ладно, тогда конфетку я возьму, а то мало ли вдруг вы надолго. Если что, я буду звать на помощь. Это бесполезно. Оставшись наедине с зятем, теща не церемонилась. Ну, в общем-то, мне кажется, что ты бабник. Или по девочкам, или по бабочкам. И глаза блудливые. Я очень резка. И если мне что-то не понравится, ну, скажем так, я даже не сомневаюсь, что я могу убить. Вот я, женщина... А как вы меня убивать будете? Я не грузинских кровей, но я очень горячая. А как убивать будете? Вот увидела и прибила. Я должен иметь в виду, что всегда есть такая возможность. Вот имей меня в виду. Увидела в глазах его какие-то искринки. То, что очень нужна женщина. Ну, что, Китя? Мне он не понравился. Не восприняв зятя, теща долго в гостях не задержалась. Парень симпатичный, но с двойным дном. Такого мужа я бы для своей дочери не хотела. Попрощавшись с матерью, Елена взяла серьезно готовиться к встрече со взрослыми детьми Александра, знакомством с которыми не на шутку взволнована. Я решила что-нибудь приготовить. Это будет борщ. Привет! Привет! Здравствуйте! Дядя, спасибо! Оценят ли дети старания Елены? И не будут ли они слишком требовательны к ее блюду? Я думаю, аппетит. Они не любят борщ, я тебе скажу правильно. Посмотри на его лицо. Мог бы и раньше предупредить. Чтобы дети не остались голодными, Александр взял ситуацию под свой контроль. А ты к нам вчера приходила, да? Приходила. Мы завидели, что посылка была чистая. Это вы у нас будете жить? А это мы уже будем с вашим папой вместе решать. Папа, ты хочешь, чтобы Лена воножила? Дочь Александра и дальше продолжала злорадствовать. Я думаю, вы все такое дизайнерское любите. Нет. По вашей мальчике. На самом деле для меня вещи это так. Главное, чтобы мне нравилось. И не важно, во что ты одешь, чтобы это было красиво и опрятно. Аня спросила мне по поводу дизайнерских вещей. Мне кажется, ее просто интересовало, насколько я люблю деньги. А, вкусно. Вам нравится наш папа? Да, мне нравится ваш папа. Много кому папа нравится. Я не сомневалась, знаешь, если бы он нравился только мне, это было бы гораздо хуже. К шуткам детей присоединился и Александр. И начал общаться с ними по-грузински. Нормально все. Харта, дай мне пас. Это почему? Айгри, я садюсь. Ай, я садюсь. Мы тебя обсудили немножко. Ну, ничего страшного. Все равно, кому-то когда-то придется это сделать. Не нравится, говорят. Прямо говорят, папа, что ты здесь делаешь, собирай вещички. Мы, говорят, никогда не примем ее в свою семью. А что вы все загадками не нравились? Скажите прямо. Мне очень важно, чтобы нам она нравилась. Главное, чтобы она нравилась папе, и чтобы папа был с ней счастлив. У меня есть своя мама, я ее обожаю, мне другая не нужна. А вот для папы, если они полюбят друг друга, я потом... Только с Кай живут. Насколько они могли, они ее приняли. То есть большего эффекта или большего какого-то тепла я ей не ожидал. Елене не терпелось остаться с Александром наедине, чтобы узнать мнение его детей о ней. Саша, твои детки тебе что-то рассказывали обо мне? Делились своими впечатлениями? Лен, там вопрос не в тебе. Они слишком, наверное, в какой-то степени ревнуют по отношению к своей матери. Ну, то, что маму никто не заменит, это понятно. Ну, ты сама почувствовала, дочка постоянно язвила. Знакомство с родными у молодых не сложилось. Ни одна из сторон не приняла нового члена семьи. Неудивительно, что Александр стал беспокоиться о будущем знакомстве с друзьями, чтобы хоть оно прошло как следует. Мне что-то одеть красиво. Вот такое вот. Тут завязывается. Что тебе не нравится? Очень нравится. Так, что, блин, в носках хожу. Я не хочу обидеться. Если ты не против, то завтра съедем, там будем что-нибудь. Ну, что ты теряешь? Будет пару новых вещичек, и мне будет спокойно. Офигеть, хорошо. Хорошо, дорогой? Хорошо, дорогой. Вот. Я не буду напрягаться из-за того, что она там вдруг может появиться в леопардовом платье, и в последний момент это все менять у меня не получится. После не очень приятных эмоций спать супруги легли не в лучшем настроении. Что же их ждет завтра? Пятый день эксперимента. Неуверенный во вкусе Елены, Александр решил приобрести ей новые вещи. Завтра приедут в гости друзья. Жена должна произвести как можно лучшее впечатление. Но у Елены был свой взгляд на вещи. Что за фуя, не поняла? Вот это забери вообще, я его даже мерить не могу. Галя балована? Чикак. Давай, это я заберу, я там где-то кофе пью. Выберешь, наберешь, я подберу. Мне вообще не понравилась одежда, которую он мне выбирал. Все мои платья забраковала, у самого-то вкуса, по-моему, тоже. Пока Елена обижается и выбирает наряды, Александр решил приобрести для нее небольшой сюрприз. Вот это раз. А размер мне нужен первый, а объем худенький. Ну, то он и есть. Кажется, у кого-то появились планы на вечер. Дорогая, ну как? Я выбрала. Здрасте. Покажешь? Нет, я одену дома, когда приду к гостю. Ну, мне интересно. Слушай, Саш, тебе и так все не нравится? Если уже тебе это не понравится, тогда, наверное, я тебе просто не подхожу. Как скажешь. Нахмуренные супруги начали готовиться к приезду экспертов. Ведь по условиям проекта сегодня именно их день. Но поделятся ли они своими проблемами с наставниками? Если есть какие-то вопросы, проблемы, я абсолютно готова это выслушать. Претензий нет. Идет обычный нормальный процесс. Притерки двух взрослых, сформировавшихся людей. Мы за это время и поругаться успели, и наломать успели, и полюбиться успели, и повниматься успели. То есть все те ступени, которые надо пройти в формате общения, мы проходим шаг за шагом. Несмотря на то, что наши герои сказали о том, что у них все замечательно, мне показалось, что они лукавят. Итак, несмотря на заверения супругов, опытный совет экспертов решил пойти на провокации. В твоей анкете было написано, с кем ты живешь. Ты написал с подругой. А оказывается, это два друга. Я заступлюсь за Леночку. Заступись, пожалуйста. Ей просто было неудобно. Вот у меня все так плохо в жизни, что я бедная живу вот так вот. Она не решилась это озвучить просто. Не надо мне жалеть на самом деле. Я ни в коем случае не жалею. Когда эксперты нападали на Лену, я пытался по максимуму не дать ее в обиду. Можно даже сказать, что мы вели себя как семья. Саша молодец. Он повел себя как настоящий мужчина. Это их объединило. Это для меня было совершенное показание того, что ребята на одной волне. Убедившись, что Александр с Еленой готовы постоять друг за друга, довольные результатом эксперты поспешили их оставить. Оставшись с мужем наедине, Елена решила взять быка за рога. Но будет ли мужчина готов к такому разговору? Хочешь, я скашу твое одиночество? Я просто буду рядом с тобой. Днями и вечерами. Вся фишка в том, что когда кто-то пытается быть рядом со мной днями и вечерами, я начинаю от этого бежать куда-то нахрен. А когда я бегу, я говорю, блин, почему я одинок? Ты этого не хочешь? Я себя знал, чего я хочу. Люди устроены так. Мы хотим того, чего у нас нет. Можно не знать, можно попробовать. Мила, я хочу любви. Я знаю, чего я хочу. Любовь – это чувство. Оно есть или нет. А получиться это не может. Спасибо тебе. Ответ на мою откровенность. Все замечательно. Какая твоя откровенность? Саша, я тебе говорю, ты как я думала. Ты сейчас возьмешь и опять все испортишь. Даже тон у тебя такой ровный, знаешь? Перезвоните позже. Абонент вне зоны досягаемости. Хотя ты как-то наработанными фразами мне отвечаешь. При чем действительно? Я считаю, что любовь – это и пошло. Я рад тебя позабавил, но, если честно, мне совсем не смешно. Ты меня раздражаешь сейчас. Ты меня тоже. Разговора, на который так надеялась Елена, не получилось. Александру слова жены показались неискренними. Она обиделась на то, что я ей высказал. Ей не понравилось все, что она услышала. Но повлияет ли это на его решение в финале проекта? Ведь неделя их совместной жизни под одной крышей подходит к концу. Шестой день эксперимента. Сегодня по правилам проекта в гости к супругам должны заглянуть друзья. Но после вчерашней ссоры атмосфера в доме не гостеприимная. Блядь! Ты что, псих? Псих! Мне нужна кастрюля. Свой вкусный поешь вылей куда-нибудь, пожалуйста. К нам приезжают друзья. Я так иначе сделаю все и приму всех. Но насколько у нас получится улыбаться там и радоваться, пока не знаю. Но, несмотря на настроение, двери дома сегодня должны быть открыты для гостей. Первыми приехали друзья Елены. Не заставили себя ждать и друзья Александра. А вот, наконец, и Елена в таинственной обновке. То, что я увидел на ней, мне очень понравилось. Так стильно, красиво. Мириться будем, красавица? Мирись. Давай, хватит дуться. Красивая зараза. Это вам. Спасибо. Сорвал саду наш. Мир. Я не хотел, чтобы весь вечер проходил в таком формате, напряженном. Это бы испортило всем настроение, в том числе и мне. Ребят, я хочу за Лену выпить. Я хотел извиниться за то, что доводил до слез. Я этого не люблю и ненавижу. Не обижайся на меня, пожалуйста. Что тут произошло за неделю? Я просто только что обомлел, реально. Я просто только что, ну, не знаю, я испытал, как это не точно. Очень много, очень много, очень много, сейчас все хорошо уже. Когда немножко так рассосалась ситуация, я выкрал Марьяну, минут на 5-7 максимум. Я хотел с ней поговорить. А Лене... Не можешь мне отказать, пошли. Ну? А где Саша с Марьяной? Может, они готовят сюрприз? Из меня? Ну, вряд ли. Расскажи мне что-нибудь про нее. Ну, она такой человек, который... Она не покажет свои чувства. Она никогда не показывает их. Она ничего не показывает. Ни чувства, ни тела, ни чего, ни разума. Я такой человек. Можешь ты ответить нечестно? А Саша гулящий? Руку на каран. Гулящий или нет? Саша самый честный, самый искренний человек на планете. И очень добрый. То есть, если погуляет, то придет и об этом заявит, да? Завтра у нас такой очень важный день. Мы должны определиться оба, каждый из нас, куда мы идем. Я немножко потерян. Ты можешь как-то приблизительно сказать, что она чувствует, о чем она думает? Ты ей понравился. Ну, это хорошо, я так считаю. Это хорошо, это хорошо. Да, это очень хорошо. Когда мы спустились, Лена включила ревность. А где вы были? Пиво пили. Я серьезно? Да, мы сходили, по***ь, и вернулись. Ты в это веришь? Так убедительно говоришь? Теперь ты понимаешь, да, почему у меня очень мало подруг. Лучше с мужчинами дружить, а не с моим мужем наверх в комнаты не ходят. Ладно, потом поговорим. Что за секрет, вообще не понимаю. Дорогая, хватит. Ну, ты на ровном месте сейчас фигню гонишь, честно. Такие двоякие впечатления, однозначно сказать не могу. Саша не выбирал, это очень сложно. В целом им решать, свое мнение озвучивать пока не буду, скажу его Саше лично. Друзья поспешили покинуть дом молодоженов. Когда ругаются муж с женой, вмешиваться не стоит. Когда все разошлись, я поднялся к ней в спальню. У меня был такой сюрприз на вечер. Она, оказывается, только набрала обороты. С тебя. Иди. Что, дура, что ли? Пока. Гражданочка. Что? Как бы это тебе помягче сказать? Слушай, давай, подушку взял и вышел. Фильтруй базар, девочка. Давай, ты будешь спать сегодня. Руки, руки. В другой комнате. Один метр дистанция, пожалуйста. Виски и иди, пожалуйста. Лео. Выйди из комнаты. Отодвинься и выслушай меня. Отодвинься, сядь на свою идиотскую подушку, быстро. Не ринуй меня. Поведение жены разозлило Александра. Поэтому он решил больше не церемониться. Во-первых, я глупости по своей. Привез тебе сюрпризик. Во-вторых, с твоей подружкой я не спал. Захотел бы, переспал бы, имей в виду. Ты попрыгай, попрыгай. Дальше что? Товарищи, не вводи меня из себя, пожалуйста. Потому что твоей глупости нет предела. Ну ты хотя бы провести, что ты знаешь, а потом... Я хочу, чтобы ты сейчас отсюда ушел. Уйди, пожалуйста. Хочешь, я тебе помогу, да? Алло. Пойдем. Давай руку. Ты что, борзая, что ли? Я не понял. Руку убери. Смотри. Выход. Видишь, где? Да пошла ты в б***ю, я сюда вообще не вернусь больше. Давай. Уходим красиво. Коза, б***ь. Правда мне мама говорила? Ну парень, конечно, хорошливый, но нравится, наверное, многим. Зачем мне вообще нужны его подарки? Мне не надо никаких подарков. Он думает, что мне только эти можно взять, что я, блин, какая-то девочка с улицы, которую можно купить. Последний день под одной крышей закончился. Завтра супруги должны принять решение. Хотят они и дальше быть вместе или же нет. А с утра страсти начали закипать еще сильнее. Как ты мог так поступить? Да не касался я ее, дура, б***ь. Я вообще должен оправдываться перед тобой. Своей подружке расскажешь. Да пошли вы м***ь, Робин, б***ь. С матьей, боли куда-нибудь. Диотка, не бросай ничего. Меня уже достало это. Там он телефон, идиотка! Ты не... Ты не... Вызовите мне вертолет, такси! М***ь, б***ь, б***ь, б***ь. Дура, коза, б***ь. Нас-то было куда сбадывать. Да, б***ь, б***ь. Мне нравится то, что конфликты были. Когда конфликтов нет, кто-то из партнеров однозначно врет. Когда конфликты есть, это значит, что люди открыты. Они разные, но как минимум они открыты, они искренне говорят о своих чувствах. Елена волнуется, что из-за ее горячего характера Александр разорвет отношения. Много таких неприятных вещей произошло. Хочешь, зачем мне врать, что ты живешь просто так? Я решила не остаться с ними, понимала, что нам жить вместе. И нам жить с этими проблемами, нам вместе с ними бороться. Сюрпризик. У меня есть к нему чувства, он мне очень нравится. Только теперь я уже сама не знаю, где правда, где ложь. Играет он со мной или настоящий. Думаю, что он скажет нет. В день, когда пара должна огласить решение экспертам, разрывают они брак или нет, Александр вернулся в дом, чтобы поставить точку в этой истории. Я слишком свободолюбив. Я не знаю, смогу ли я сделать этот шаг. И только-только подошли к ситуации, когда мы можем общаться нормально. Ты меня оскорбляешь. И чтобы до этого была просто какая-то притирка. Война, качание прав. Обидеть можно и отказом, обидеть можно и тем, что согласишься. Я готов. Настал момент, когда пара огласит экспертам свое решение. Итак, останутся они вместе или нет? Елена, давай, начнем с тебя. Что вы хотите услышать? Ну, во-первых, я хочу сказать вам большое спасибо. За то, что со мной рядом здесь сейчас именно Саша. И? У меня кольцо есть. Оно никуда не делось. И не денется, оно останется у меня. Молодец. Теперь скажу, Александр. Ну, говори, не мучь нас. Мы уже тут изнервничались. Я оставляю кольцо. Я готов плыть дальше. Как минимум попробую. Вы молодцы. Здорово. Ну, ты уж горько, что ли, а? Горько! Я бы никаких советов не давала. Саша настолько готовый мужчина, что рядом с таким мужчиной даже не смело будет давать советы этой ситуации. Он справится. Решение в том, что да, можно попробовать. Да, мы за этот период успели друг другу увидеть нечто такое, что заинтересовало. Я готов пробовать дальше. Я влюбилась. Я не знаю, что еще сказать. Приложу максимум усилий и сделаю все, что от меня зависит, чтобы мы с Сашей были вместе. Александр с Еленой продолжают строить отношения. Сейчас они живут на разных территориях. Однако Елена частенько остается у мужа. Сейчас недавно уехали дети, и весь этот период мы как-то провели вместе. Я чувствую, что его дети не против того, что я здесь часто нахожусь. Елена понемногу привыкает к роли хозяйки. Саша! А! Помоги мне, пожалуйста. Что опять? Я не могу запомнить, как она получается. Яночка за месяц можно было как-то. Там всего две кнопки. Притирка характеров продолжается. И вообще, я не хочу этот кофе. Что значит не хочу кофе? Мне надо кормить. Какой нафиг кофе? Мне утром надо позавтракать как следует. Нажаль блинов. Не умеешь? Давай кофе пока. Реально, я не хочу кофе. Все деньги, всякая фигня. Ты сам начал утро с претензий. Я тебе открою большой секрет. Покушать с утра это не претензия. Покушать с утра это нормально. Тебе мама не говорила, путь к сердцу мужчины и к другим органам лежит через желудочек. Голодный мужчина это нехорошо. Я по жизни не сторонник что-то планировать, особенно в отношениях. А х** узнает, что будет через год. Все может быть. Через год вы можете прийти в этот дом и здесь будет бегать маленький ребенок. Я не знаю. И даже знать не хочу, если честно. Дорогая, ты согласна со мной? Я с тобой абсолютно согласна. Субтитры сделал DimaTorzok